Песков отказался комментировать происходящее в районе Балаклея и Купенска. Небензи утверждает, никакого прорыва в СУ нет. Путин созвал совбез. Жителей Харьковской области эвакуируют в ЛНР и Россию. Шеф Пентагона Остин заявляет об успехах украинской армии в Херсоне и Харькове. Обе стороны стягивают резервы. В Энергодаре снова пытался высадиться десант. В Черном море на мине подорвался румынский тральщик. В России, по данным ТАСС, больше 4 миллионов беженцев с Украины. КНДР объявила себя ядерным государством и обещает применить оружие в случае нападения. Ким Чен Ын отказался от переговоров по ядерному разоружению, сообщает южнокорейское агентство Рёнхаб. Российский МИД успокаивает. Пхеньян не проводит ядерных испытаний, а значит де-факто соблюдает мораторий. Штаты с 5 декабря вводят потолок цен на российскую нефть. Польша, Греция, Италия и еще несколько европейских стран, по данным Financial Times, предлагают зафиксировать цены для всех поставщиков, а не только для России. Минфин хочет выпустить гособлигации в юанях. Правда, там же заявляют, чтобы их покупать, Китай должен переписать законы, но пока не готов идти на это. Замминистра финансов Моисеев считает, доллар стал токсичным и не нужен. Европейский Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,25%, повышение сильнейшее в истории. Инфляция в еврозоне больше 9%, госдолг подобрался к 100%. Трасс пообещала 150 миллиардов фунтов на компенсации счетов за электричество и отопление, а королева Елизавета умерла. Путин соболезнует, но на похороны не поедет. Лидер австралийских зеленых Бранд в тот же день предложил упразднить монархию и сделать Австралию республикой, но был раскритикован. Там же в 19 городах бастуют учителя младших классов, требуя повысить зарплаты. Украинская экономика во втором квартале рухнула на 37%. Россия снова ввела запрет на вывоз семян рапса и продлила экспортную пошлину на соевые бобы. ООН считает, дефицит удобрений может лишить мир 40% зерна. Там же заявляют, глобальные кризисы уже отбросили развитие человечества на 5 лет назад. ЕС окончательно утвердил новые правила въезда для России. С 12 сентября визовый сбор 80 евро, сроки выдачи до 45 дней, долгосрочных виз почти не останется. Песков не считает, что обязательно вводить такие же меры против европейцев. Зато в МИДе заявили, что обсуждают введение виз для украинцев. Российский рынок лекарств в ближайшие 10 лет недосчитается около 300 новых препаратов, заявили в Сеченовском медуниверситете. Причина очевидная, большинство западных производителей ушли из России и возвращаться не планируют. Доля разрешений, выданных Минздравом на импортные лекарства, упала с 50% в прошлом году до 17% в этом. В России тем временем максимальное с марта число заболевших ковидом больше 52 тысяч за сутки. В Екатеринбурге ликвидирован ковидный оперштаб. Продолжается и отток ученых. По итогам 2021 их стало еще на 2,5% меньше. С 2012 минус 9% или 76 тысяч человек, сообщает Вышка. На науку в прошлом году был выделен 1% ВВП. Банки берутся за пенсионеров. Почти все крупнейшие организации подняли максимальный возраст ипотечников на 5 лет, пишет коммерсант. Самая высокая планка в Совкомбанке. Кредит там можно гасить до 85 лет. Прокуратура требует отправить на 5 лет в тюрьму владельцев компаний, которые поставляли центр избирком у компьютеры по завышенным ценам. Ущерба насчитали почти на 100 миллионов рублей. Мособлдума в первом чтении одобрила обнуление губернаторских сроков.